Всем привет дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим про биржу FTX сегодня расскажу как здесь можно будет заработать что буду делать я и соответственно поговорим про данный токен про FTT и соответственно я расскажу что прямо сейчас происходит и посмотрим на интересные новости на такие новости как например Binance приобретает FTX чтобы помочь с кризисом ликвидности расскажу что за кризис ликвидности расскажу соответственно что действительно произошло и мы посмотрим на все эти новости потому что новостей очень много и все они очень интересные потому что Binance объявляет о планах по приобретению FTX в рамках шоковой сделки что за шоковая сделка что произошло сегодня в этом видеоролике поэтому поддерживайте данный видеоролик лайком и подпиской на канал потому что это очень сильно мотивирует на запись последующих видеороликов и мы будем сразу переходить к делу начнем мы со всего по порядку соответственно хотелось бы показать изначально вам данную новость состояние Сэма в понедельник составляло 15,6 миллиардов долларов теперь он больше не миллиардер а что именно произошло а потому что каждая биржа это скам и действительно они не могут выплатить то что у них находится в резервах ни одна из бирж не может выплатить всем пользователям их средства потому что этих средств просто напросто там нет потому что часть идет на зарплаты а часть просто удерживается биржей каждая биржа это скам и я неоднократно говорил что на бирже держать свои средства нельзя и соответственно что произошло все это выкупили и люди не смогли вывести свои средства потому что данная биржа начала массово соответственно блокировать вывод и никто ничего не смог вывести в общем окей данные новости понеслись и соответственно мы увидели данный обвал данные соответственно монеты соответственно это биржевая монета биржи ftx и что же здесь действительно произошло а просто-напросто binance решил избавиться от конкурента и об этом я соответственно отписывал в нашем закрытом клубе я рассказывал что действительно это просто-напросто конкуренция и все что происходит это манипуляции и соответственно данные манипуляции продолжаются по сей день но несмотря на это я покупаю данную монету и сегодня я расскажу почему я купил сегодня данную монету и почему собираюсь я выкупать данное падение и почему я считаю что данное падение будет в любом случае перекрыто и почему я считаю что данное падение в любом случае должно было произойти рано или поздно я тоже расскажу поэтому давайте переходить ко всему по порядку соответственно Начнем мы, например, с данной новости. Токен FTX, BNB и Solana взлетели после того, как генеральный директор Binance подписал потенциальную сделку по приобретению FTX. Что же произошло? Действительно, CZ решил проманипулировать, и он прекрасно понимал, что мы пойдем вниз в любом случае. Соответственно, он решил проспекулировать и заработать. Он сначала разогнал цену, потом, соответственно, ее слил. И на этом всем сделали огромные средства биржи, и, соответственно, те люди, которые в этом всем замешаны. И прямо по сей день они продолжают делать огромные деньги. Все это манипуляцией. И, соответственно, как выйти из этой манипуляции победителем? Конечно же, постепенно покупать криптовалюту. И именно этим я сейчас и занимаюсь. Я покупал биткоин уже, я покупал правильную альту, которую, в принципе, я подобрал для себя. И, соответственно, я вижу сейчас кучу скидок, которые можно использовать с целью накопления. И, соответственно, конечно же, я буду накапливать криптовалюту прямо сейчас. Потому что действительно максимальный негатив у нас прямо сейчас. Возможно, это не весь негатив, который нам вылили. Но действительно, именно такое настроение и должно быть на медвежьем рынке. Всегда исторически так было. Всегда на медвежьих рынках было очень ужасное настроение. И тот, кто помнит, тот, соответственно, знает, что было здесь или что было здесь. Все хоронили биткоин. Скам и бирж – это обычное дело. И, соответственно, действительно нужно следить прямо сейчас за тем, что сейчас происходит. И делать правильные решения. Чтобы их делать, соответственно, нужно понимать, что было в предыдущие разы. А в предыдущие разы было очень плохое настроение. И это нормально. Поэтому нужно готовиться к максимально сильному негативу. И, наконец-то, данные настроения, которые у нас сейчас, начинают быть похожи на те, которые нужны нам на медвежьих рынках для полноценного разворота. Поэтому я не расстраиваюсь. Поэтому я понимаю, что сейчас нужно делать. Я понимаю, какие альткоины нужно сейчас покупать. И, соответственно, я знаю, какие альткоины я прямо сейчас буду накапливать со скидкой. Поэтому это все нужно использовать. Поэтому нужно понимать, к чему это все ведет. И кстати по поводу FTX токена, что можно сказать по поводу него, Binance объявляет о планах по приобретению FTX в рамках шоковой сделки, в общем Binance хочет купить биржу FTX и если он это сделает, то соответственно данный токен в любом случае вырвется с дна, но пока он этого не сделает, соответственно мы можем валиться и пока мы будем валиться, я буду покупать, я прямо сейчас уже начал формировать свои покупки, я распределил план и я понимаю где я буду покупать и соответственно на какой процент депозита я буду формировать свои сделки. В общем дорогие друзья, это возможности и действительно данные возможности нужно использовать, можно будет купить BNB по скидкам, можно будет купить FTX по скидкам, можно сейчас купить действительно кучу различные альты по скидке и действительно данные скидки перед новым годом, тот кто накопит прямо сейчас тот и заработает и действительно никогда не покупайте на всю котлету сразу, всегда нужно распределять свой капитал, неоднократно я говорил как правильно нужно действовать и действительно вы знаете мою позицию, ни в коем случае не покупайте всегда на всю котлету. Нужно постепенно распределять свой капитал Допустим если вы пришли в рынок здесь и купили здесь Что бы вы сделали соответственно увидев данное падение Конечно же вы просто-напросто слили бы свои монеты Но если вы бы постепенно покупали соответственно биткоин То вы бы не слили свои монеты Потому что вы не покупали на всю котлету И вы бы просто-напросто усреднили свою цену как можно ниже И соответственно заработали бы Поэтому ни в коем случае никогда не покупайте на всю котлету Здесь я кричал что все очень хорошо В любом случае будет коррекция Поэтому нужно соответственно быть очень внимательным И не покупать прямо сейчас Здесь я настоятельно не рекомендовал покупать Хотя здесь я кричал, что нужно набирать прямо сейчас Потому что я видел максимально сильный негатив И всегда после максимально сильного негатива будет рост Потому что такова психология рынка Всегда так было и всегда так будет И прямо сейчас у нас очень сильный негатив И действительно меня это все подталкивает только на покупки Я знаю, какие криптовалюты прямо сейчас нужно покупать Я знаю, что действительно сейчас очень сильно просело И я знаю, что я накоплю это все И соответственно я реализую это все наверху Поэтому возможности у меня колоссально огромные. Я понимаю, что я заработаю. Я понимаю, что данные новости просто так, соответственно, ниоткуда не берутся. Кто-то в этом всем заинтересован, кто-то зарабатывает на этом большие деньги. И, соответственно, я тоже заработаю на этом всем большие деньги. Просто-напросто все, что нужно делать мне, это набирать. И, соответственно, набирать я буду. Что же касается долгов данной компании. В общем, криптовалютная биржа FTX обратилась к конкурирующей криптобирже Binance за помощью в преодолении кризиса ликвидности. Соответственно, Binance сказал, окей, мы выкупим данную биржу. И если действительно это все свершится, то, соответственно, мы увидим очень сильный рост как по FTX, так и по BNB. Потому что, действительно, Binance вытянет данный токен за собой. И, соответственно, действительно будет очень сильная лояльность складываться по отношению к Binance. И, соответственно, данная биржа будет расти. И данные токены тоже будут расти. Поэтому у нас все впереди. Поэтому прямо сейчас есть куча криптовалют, которые можно докупить. Соответственно, нужно использовать данную возможность прямо сейчас. И когда мы обвалились, разумеется, в данном диапазоне, было аналогичное строение. Я все это помню. Я, соответственно, понимаю, к чему это все ведет. Поэтому, если мы обвалимся еще сильнее, я буду докупать еще обильнее. Я все распределил, и я понимаю, как я буду действовать прямо сейчас. Но в любом случае, я буду покупать и накапливать. Потому что только сильные руки выиграют на данном рынке. И, соответственно, действительно, если вы хотите набирать криптовалюту вместе со мной, если вы хотите понимать, что сейчас происходит, и покупать правильные криптоактивы, если вы хотите полностью обучиться и получить два закрытых курса, если вы хотите получить кучу различной пользы и по скидке, то приглашаю к себе в команду. Мы покупаем и продаем криптовалюту вместе. Мы прямо сейчас занимаемся обильным накоплением, и, соответственно, мы заработаем в любом случае. Потому что я знаю, что нужно покупать. Потому что я прекрасно помню те настроения, которые были здесь. И я понимаю, к чему это все ведет. Поэтому, дорогие друзья, не упускайте данные возможности. Действительно, сейчас у нас окно возможностей, которые нужно использовать. И, соответственно, я буду использовать их с целью накопления. Если вы, соответственно, продаете свою криптовалюту, то вы допускаете грубую ошибку. И вы потеряете свои монеты на дне. Поэтому не стоит допускать глупых ошибок. Стоит только докупаться. И стоит докупаться по сильным активам. По тем активам, которые действительно покажут нам рост в любом случае. И, соответственно, относитесь к рынку здраво. Не идите за большинством. Всегда действуйте против большинства. Об этом я говорил уже неоднократно. И я говорил на своем канале буквально в последних видеороликах, что сейчас очень много лонгов. И рынок всегда пойдет против большинства. Потому что зарабатывает здесь только меньшинство. Чтобы быть в рядах меньшинства, нужно всегда действовать против большинства. Как бы это банально не звучало. Но, действительно, порой это очень сложно сделать. Поэтому, чтобы двигаться против большинства, подписывайтесь на канал. И поддерживайте данный видеоролик лайком. На сегодня же у меня все. Всем спасибо. Всем желаю всего хорошего. И всем пока, друзья.